Дорога сегодня стала местом массовых аварий. В них попали более 20 машин. Самое крупное ДТП произошло на 54-м километре КАТ у Мурманского шоссе. Там столкнулись сразу 9 автомобилей. Один человек погиб, двое с тяжелыми травмами госпитализированы. Что послужило причиной аварий, гололед или невнимательность водителей, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД. Подробности у Александра Никитина. По предварительным данным, массовая авария на Кольцевой произошла из-за небольшой царапины. Два автомобиля не поделили крайнюю левую полосу дороги. Затем, как по цепной реакции, столкнулось еще 19 автомобилей. Цепочка ДТП растянулась на полтора километра. Сценарий у всех аварий одинаковый. Высокая скорость, невнимательность, экстренное торможение и столкновение. BMW и отечественный автомобиль 99 модели, как говорят автомобилисты, притерлись. Остановившись в крайней левой полосе, они ждали инспекторов ДПС и аварийных комиссаров. Сразу за ними врезались Hyundai и Peugeot. Со слов очевидцев, в тот момент, когда водитель французской иномарки выходил из машины, его на огромной скорости сбил внедорожник. Мужчина погиб на месте. Джип, пролетев вдоль защитного ограждения, врезался в автомобиль 99 модели. После такого удара он вряд ли подлежит восстановлению. В момент столкновения в салоне отечественной машины находился водитель. Я по телефону разговаривал в это время, а потом трубку вообще в багажнике нашел. То есть, где там сознание теряли, не отключались? Не, ну я отключился на время, потом уже вышел из машины, смотрю, все это уже скопление произошло. По предварительным данным, всего в авариях пострадало три человека. Тяжелые травмы получил водитель шестерки. Когда он осматривал повреждения своей машины, его сбил автомобиль марки Alfa Romeo. А силе удара можно судить по разбитому лобовому стеклу иномарки. Отсюда где-то метров 15. Машина его сбила, он прилетает и головой нам... Да, головой прямо вот сюда. Вот кровь. А вот это мятинга Alfa Romeo. Череда ДТП началась в половину первого дня и закончилась, только когда на кольцевой дороге образовалась многокилометровая пробка. В то ли масштабной аварии со смертельным исходом для сотрудников ГИБДД еще один повод усомниться в статусе петербуржской кольцевой дороги, как скоростной магистрали. Одно из предложений. Было уменьшить скоростной режим, то есть снять режим автометизации, регистрали с данной участка трассы и поставить ограничение хотя бы 90 км в час. Не готовы пока люди ездить с большими скоростями у нас. К этому часу движение на кольцевой восстановлено полностью. Виновников каждой аварии будут устанавливать дознаватели. В частности, им предстоит ответить на вопрос, что стало причиной столь массовых ДТП. Невнимательность автомобилистов или роковое стечение обстоятельств. Александр Никитин, Алексей Сосырин, Дмитрий Лукашевич. Вести. Петербург. Ленинградская область. Продолжение следует. 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 Продолжение следует...